Победа над фашистской Германией И 11 лет со дня освобождения Шуши Этот день наполнен слезами радости, победы и горечи от потерь Каждая вторая семья потеряла во время войны близких и родных И сколько бы ни прошло лет, мы никогда не забудем Какой ценой досталась нам Великая Победа За чисту и свободу до конца Ах ты целый россияне, пусть свобода вас сияет Заставляя в унисон звучать сердца Может быть, я делаю штатским людям Эта песня малость не довел Мы ж не позабудем, не мы жить не будем Родовых съезжим в дорогах, хоть дорожка Родовая, не сошла нам попешка любая А попирать нам родовака Есть у нас еще дома дела Человек, о котором можно говорить очень долго Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Хамас Гаин» Соса Арташесович Саркисян На его счету множество главных ролей В фильмах «Треугольник», «Где ты был человек Божий», «Хатабала», «Гикор», «Нагапет» Нами всеми любимый актеру достоин сегодня медали Рау «Ветка Олега» Мужчастер «И встретились!» Мужчастерен «।с страуси. Их красав Coronavirus» Мужчастер Субтитры создавал дизайнерский субтитры, Что касается моей жизни, моей жизни, милой ребенка и милой ребенка. Это было с точки зрения человека, что, во время какого-то измерения, все это было, это было очень интересно. Это было очень круто, что мы должны любить, и в общем, Соса Арташесовича 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 На факультете иностранных языков издательство Longman и Macmillan провели конкурс техника чтения и презентацию своих новых книг. Победители в номинациях проза, поэзии и новостные материалы получили в подарок от издательств новые английские словари. Посольство России в Армении при содействии Министерства образования и науки Республики для студентов, магистрантов и аспирантов вузов России, Армении и стран СНГ организовали международную научно-практическую конференцию. Основным поводом послужил русский язык и восприятие его как средство реализации межпредметных связей в современной парадигме образования. Мы действительно живем в том пространстве, которое нас объединяет, объединяет наш русский язык, это единое наше образовательное научное пространство. И в общем-то благодаря русскому языку мы с вами в состоянии общаться на всех научных уровнях и на всех направлениях. И в этой связи может быть очень актуально, что не только представлена тематика, скажем, ну, филологическая тематика или проблемы русистики, а вот задействован большой спектр науки вообще. Русский язык стал языком, был, есть и будет языком науки. И об этом не надо забывать. Армения маленькая страна, и нам, в общем-таки, мы не удивим мир ни газом, ни нефтью, а вот умом, я думаю, мы сможем это сделать, если у нас такие прекрасные молодые люди. Я высоко ценю то желание, ту готовность принять участие в нашей конференции, тем более, что, несмотря на то, что в зале только участники, студенты, магистранты и аспиранты армянских вузов, филиалов российских вузов в Армении, заочное участие в нашей конференции принимают студенты из разных городов России, также из Украины. И я думаю, что когда выйдет сборник, вам будет приятно и интересно прочитать доклады ваших коллег в других странах СНГ. Конференция «Армянское телевидение. Вызовы современности» проходит в РАУ уже не первый год. И с каждым годом ее географические и тематические масштабы все больше расширяются. Тема «Армянское телевидение. Вызовы современности» полагаю, что очень актуальная и очень насущная тема. Докладчики, название тем выступлений тоже достаточно содержательные. Думаю, что получится хорошая дискуссия на заявленную тему. «Телевидение» — это СМИ, которые выходят в массу. И то, каким будет телевидение, каким будет качество журналистики на этом телевидении, какие будут пропагандироваться ценности, какие будут пропагандироваться моральные какие-то устои, от этого зависит, конечно, атмосфера в обществе, от этого зависит развитие этого общества и направление, вектор, которым это общество развивает. Темы докладов были весьма разнообразны. Начиная от того, какое место занимают спортивные программы и документальное кино на армянском телевидении, насколько важна культура речи наших ведущих, и как должен себя вести телекомментатор в эфире. СМИ. Субтитры создавал DimaTorzok В этом направлении, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе, мы делаем все, что мы делаем различные данные, и мы делаем различные данные, так что вы toimите, что в том числе и в том числе, мы делаем различные данные, чтобы выделить наших инстанций. Наши важные положения, важные лицо, фонетики. Произношение, звук, звук голоса, темп, громкость, ритм, ритмичность, паузы, их качество, их место, их длительность. Все имеют неоценимое значение. Порождение звука — это сложный процесс, в котором необходимо отдать себе отчет, иначе ничего хорошего не будет. Первые 19 человек получили дипломы швейцарской бизнес-школы MBA-SBS и бизнес-школы РАУ. Бизнес-школа в РАУ была основана в 2008 году. Обучение велось по совместной программе РАУ «Финансы и банковское дело» и СБС-маркетинг. СБС-маркетинг. Добавил субтитры Алексею Дубровскому, как и субтитры Алексею Дубровскому, Добавил субтитры Алексею Дубровскому, как и 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 субтитры Алексею Дубров За время обучения в бизнес-школе администрации были выделены две номинации. Выпускница школы Арпинекара Гезен стала автором лучшего магистрского тезиса, а преподаватель школы Манник Саакян – лучшим руководителем магистрского тезиса 2011 года. Выпускники Центра довузовского образования РАУ получили сертификаты об окончании курса обучения. СДО университета готовит учащихся общеобразовательных учреждений к поступлению в РАУ и другие вузы. И вот уже 109 выпускников этого года готовы побороться за свое место на студенческой скамье. Наша задача была и остается одна, чтобы в течение жесткого ограниченного времени мы дали вам возможность получить тот необходимый минимум, если можно, и максимум знаний, который необходим для поступления в университет. Я понимаю так, что наши преподаватели и Центр довузовского образования сделали максимум возможного для того, чтобы это получилось. А значит, мы в вашем лице ожидаем пополнения нашего студенчества. Дорогие наши наставники, преподаватели и руководители университета! Восемь месяцев мы были вместе. У многих из нас не совсем удачно сложилась судьба в прошлом году. Кто-то не смог сдать ступительные экзамены, не прошел по конкурсу здесь, в РАУ или в других вузах. Но мы не опустили руки, не бросились в другие учебные заведения, где конкурса поменьше, да и требования не такие высокие. Нет, мы снова пришли сюда, сознательно выбрав РАУ из всех вузов Армении. Именно потому, что в его стенах сохранен дух истинной науки, неповторимый аромат студенчества и тех культурных ценностей, которые достались нам по наследству от двух великих народов – армянского и русского. Толпа студентов у входа в Дом культуры обычно говорит о том, что сейчас там будет концерт, спектакль, конференция. Но нет, на этот раз повод совсем иной. Активисты факультетов спешат зарегистрироваться и принять участие в выборах. А выбираем председателя студенческого совета. Два кандидата – студент факультета журналистики Андра Никсаариан и студент факультета политологии Арман Сафариан. Оба кандидата и все остальные, которые желают стать командой нового студенческого совета, должны будут работать вместе. Вот это первая договоренность, которая у нас произошла с претендентами. Вторая договоренность о том, что мы рассматриваем студенческий совет как школу лидерства. Мы приветствуем лидерство. Мы хотим воспитать в вас лидеров. В конце концов, от того, какими вы будете выглядеть в мире, насколько вы сумеете взять эти лидерские полномочия, будет зависеть судьба не ваша личная, а нашего общества, нашей страны. Поэтому мы будем воспитывать в вас лидерство. И очень хорошо, что эти лидеры у нас есть, они выдвигаются и будут в дальнейшем поддерживаться нами. Третье – это то, что мы рассматриваем это как школу самоуправления. Потому что каждая общественная ячейка сильна именно уровнем самоорганизации. Вот студенческий совет – это возможность самоорганизации, которая здесь присутствует. Мы с людьми даем абсолютно полные права и возможности реализовать себя в этом самоуправлении. До начала голосования каждый из кандидатов представляет свою модель развития студенческого совета. Я планирую развивать как внутреннюю политику студенческого совета, так и внешнюю. Я уверен, что у меня есть все возможности и, конечно же, помощь. Нынешний вас тут советует, и ребятам мне здорово помогают. Друзья, прежде всего мы укрепим студенческий совет среди нас, студентов РАУ. Мы будем поддерживать и развивать активную деятельность всех клубов и всего, что может обеспечить нам интересный досуг в стенах нашего университета и, конечно, за его пределами. Подобная политика уже проявила себя в течение прошлого года. Я считаю, что я нахожу ее верно. Самое главное звено в нашем университете, я считаю, это мы, студенты. Невозможно представить РАУ безактивного студенчества, так как это два друг без друга несуществующих, друг друга дополняющих и самообразующих понятия. Я могу говорить красивые слова, обещать великие дела и так далее, но это не по-нашему. Я считаю, что нужно первоначально стремиться к тому, чтобы поменять самосознание студента, чтобы каждый из нас, который здесь присутствует, здесь учится, считал своим долгом и обязанностью принимать активное участие и активно участвовать в жизни нашего университета. Я понимаю и осознаю всю ответственность, я полностью готов к этой ответственности. И руководствуясь этим, хотел, чтобы вы возложили на меня эту ответственность. Подсчет голосов осуществила специально созданная счетная комиссия, которая объявила о результатах голосования. С отрывом 105 голосов новоизбранным председателем студенческого совета стал Арман Сафарян. Известный всем нам уже по спорту, лучший вратарь футбольной команды РАУ. И напоследок два самых крупных мероприятия, которые стали в РАУ уже полюбившимися и традиционными. Это межвузовский фестиваль французской песни и дуэт года. Инициатор обоих мероприятий – Российско-Армянский университет. Впервые фестиваль французской песни прошел в стенах университета в 2009 году. Конкурс был встречен на ура и с тех пор уже третий год собирает полный зал. Конкурсантов в этом сезоне было 25. Исполнители пытались не просто хорошо спеть и показать свои вокальные данные, но и создать сценический образ, используя во время своего исполнения видеослайды и подтанцовку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Майские праздники остались позади. Впереди нас ждут экзамены, у выпускников последний госэкзамен и вручение дипломов. Но об этом уже не сейчас. Не будем торопить события. Всему свое время.